Друзья, коллеги, добрый день! Я приветствую вас в прямом эфире в нашем аккаунте «Мозг и бизнес». Надеюсь, меня слышно и видно. И хотелось бы от вас получить обратную связь, слышно ли меня и видно. Если слышно и видно, то мы начнем наш эфир, который посвящен тематике эффективной команды. Я сейчас с ужасом смотрю на план, который мне создали наши коллеги, которые готовили этот эфир с точки зрения его организации. Это куча вопросов. Сначала я отвечу на такие системные, а потом буду отвечать на уже индивидуальные вопросы участников нашего онлайн-курса «Мозг и бизнес». Ну, значит, давайте я расскажу про общий план. Общий, пока все собираются, тем более. Значит, общий план у нас такой, как организовать эффективную командную работу, как выбирать людей, мотивировать и управлять их в современных реалиях. Второй вопрос, связанный с аджайлом, скрамом, бирюзовыми организациями, новыми способами, с помощью которых мы пытаемся организовывать наши производственные коллективы. Научный взгляд на управление, специфика горизонтального управления. Третья составляющая – это особенности управления с точки зрения разных типов людей, возрастов, людей разных профессий и так далее. И четвертая составляющая – это особенности управления людьми на удаленке, потому что здесь тоже возникает большое количество нюансов и сложностей, потому что сложно людей, так сказать, на удаленке организовывать. Ну, может быть, те, кто находится на удаленке, так не думают, но те, кто управляет ими, часто сталкиваются с соответствующими проблемами. Ну что, у нас уже здесь достаточно большое количество, несколько сотен собралось, поэтому давайте пойдем по плану. Значит, план такой. Значит, сначала я вам расскажу вещи, за которые меня все критикуют, и часто я эту критику сношу, что называется. Она связана с тем, что я считаю, что мы с вами приматы. И когда мы говорим про управление команд, мы на самом деле говорим не про вот какие-то такие абстрактные коллективы. Мы говорим про социальные группы, которые организованы, значит, соответственно, существами, у которых есть определенные, запрограммированные, по сути, модели поведения. Эти модели поведения хорошо описаны. Значит, они описаны в большом количестве самых разных книг по поведению животных, ну, в частности, по поведению, соответственно, приматов. Ну, вот такой известный пример Франс Деваль, но на самом деле их очень много. Вот, и мы, на самом деле, готовим с Геннадьем Геннадьевичем Аверьяновым такую работу, в которой будет много разных нюансов этих приматских отношений рассмотрено. Значит, мы первое, что должны понимать, что, значит, запрограммировано определенное поведение. Это определенное поведение включает что? Значит, прежде всего, это иерархическая игра. Значит, все люди так или иначе участвуют в иерархической игре. Только нужно понимать, что это далеко не всегда игра за верх. Значит, есть игра за верх. Это тот, кто хочет быть лидером, тот, кто хочет быть правым, там, и так далее. Вы понимаете, вверх – это очень опасная история, потому что когда ты залез наверх, то дальше с тебя ответственность, ты прав, пожалуйста, достигай результаты, а мы посмотрим. Поэтому, на самом деле, вот эта потребность быть первым, лучшим и так далее, она биологически в нас заложена, потому что мы с вами социальные животные. Но социальный же инстинкт предполагает и массу других ходов. В частности, это ход, наоборот, подчиненный, когда живое существо, находящееся в стае, считает, что бороться за лидерство ему невыгодно, а выгоднее, напротив, занять подчиненное положение. Именно поэтому наши коллективы часто представляют собой не единый какой-то монолит, а группы людей, которые друг с другом находятся, то есть такие как бы лагеря. Иногда эти лагеря начинают вступать в боевые действия, и руководитель находится в искаженном информационном поле, потому что одна группа людей топит за одно, другая группа людей топит за другое, и в результате, соответственно, каждый из них предоставляет свою версию реальности, и руководитель находится в таком искаженном пространстве информационном. Вот, значит, то есть люди организуются внутри групп, другие группы, для того, чтобы друг с другом уже конкурировать на базе вот таких сообществ внутри некой социальной общности нашего производственного коллектива. Значит, эти группы могут составлять до 25 человек, но обычно они, в общем, маленькие, то есть это там 1, 2, 3 лидера такой группы, и вокруг них образуется там стайка, значит, там 5, 6, 7, 10 человек. Вот, и вот они образуют такие дополнительные кланы внутри вашего производственного коллектива. Даже если вы управляете производственным коллективом на 200, на 100 тысяч человек, на 300 человек, на сколько угодно, значит, все равно вы столкнетесь ровно с тем же самым, потому что мы с вами имеем доступ только к очень ограниченному количеству людей. То есть если у руководителя там тысячи человек в подчинении, да, ну вот у меня максимум в подчинении было 10 тысяч человек одномоментно, когда мы готовили, проводили Евровидение, которое проходило, если мне не изменяет память, в 2007 году в Москве, да, и, ну, 10 тысяч человек. Разумеется, я не общался с каждым из этих 10 тысяч, я общался только с той командой, которая, собственно говоря, создавала непосредственно сам этот продукт, да, руководители. А дальше они общались сами со своими какими группами, дальше со своими, со своими, со своими. Вот, и та группа, с которой вы коммуницируете, она определяется числом Донбара, вот, то есть вы, Робин Донбар, наш, не наш, а оксфордский заменительный антрополог, который, вот, определил уровень, да, нашей социальности, количество людей, которых можем удержать в голове, их ограниченное число, то есть их не больше, соответственно, 150 в целом. Если мы говорим про близких людей, то их 5, если мы говорим про круг психологической поддержки, их там плюс 10, возможно, 15, вот, и дальше 50 и 150, вот, более удаленные от вас как бы психологические люди. Ну, вот, ваша такая команда, это 5-15 человек, то есть вот, когда вы собираетесь на совещаниях, то вообще вот это, запомните это правило, очень важно для управления. Если в совещании присутствует более 5 человек, оно абсолютно бессмысленно. Самые эффективные совещания, ну, у них может быть смысл информирования, да, то есть когда вы собираете большое количество людей и информируете их по поводу, ну, то есть там каждый из менеджеров, руководителей соответствующего подразделения рассказывает что-то там, да, но это другая повестка, да, не стоит задача решить что-нибудь, потому что как только появляется больше, чем 5 человек в пространстве, дальше начинается сложная социальная игра, потому что невозможно всех участников этой дискуссии удерживать, как бы сказать, в поле информационном, все равно кто-то у вас будет вываливаться, вот, из головы, и в результате это будет неэффективно. И поэтому самые эффективные совещания – это 3-4 человека, вот, или это, конечно, ну, какие-то мероприятия по обучению, по информированию, да, по какой-то коллективной совместной деятельности, когда вы там поздравляете друг друга там с какими-то победами, или есть много практик, мы про это поговорим чуть позже, много практик, которые используются в крупных успешных компаниях, которые предполагают больше участия людей, но там другая задача – сплотить коллектив, обучить ошибкам, которые допущены, там, прославить успешных, там, и так далее. Значит, возвращаемся к началу, да, и у нас с вами есть приматы, у нас есть ограниченный, как бы, поле социального действия, да, и наша задача, она состоит в том, чтобы минимизировать те самые социальные игры, которые неизбежно возникают, значит, на пространстве, когда несколько приматов собираются, да, потому что у них действует, как я вам сказал, уже иерархический инстинкт, это борьба за верх, да, дальше в этом же иерархическом инстинкте заключена готовность подчиниться в случае, если это более выгодно, да, и дальше вы должны понимать, что каждый из ваших сотрудников, он все время выбирает, в каком клане ему удобнее быть, да, почему, потому что если этот клан набирает силу, то туда, как бы, начинает все струиться и перетекать. Вот, этих кланов, может быть, там, до трех, ну, вот, как правило, это одни против других, и третий находится в нейтралитете, вот, а основная масса остальных людей, вот, которые не относятся к лидерам соответствующих групп, а просто примыкают к соответствующим вот этим кланам, вот, они, значит, там способны передвигаться, и по мере их передвижения вы, соответственно, у вас корабль вашего бизнеса клонится то в одну сторону, то в другую. Значит, есть еще третья важная вещь, роль, да, значит, вот есть люди, которые хотят быть первыми и правыми, и кто хочет, чтобы их клан победил, есть те, которые готовы примкнуть к ним, к этим соответствующим кланам, и дальше есть, соответственно, значит, третья такая роль, да, это, как ее в свое время назвал Альфред Адлер, автор знаменитого термина «комплекс неполноценности», впрочем, у Адлера он, конечно, носил более глубокий и такой серьезный смысл, чем его сейчас воспринимают, вот, значит, что такое комплекс неполноценности? У него была такая, как бы, сложная там конфигурация, и один из поворотов сюжета, да, это то, что называлось мужской протест с женскими средствами, да, значит, это когда я хочу добиться власти, но я это делаю не через прямую борьбу, да, а, как бы, сказать, через то, что заставляю за собой бегать, да, вот, значит, я сам, как бы, не пойду, я сам не буду, вот, вот вы меня уговорите, вы за мной побегаете, там, и так далее, и пятое-десятое. То есть, вот, есть те, кто, очевидно, стремится к лидерству, есть те, кто готовы подчиниться, потому что чувствуют, что это для них выгодно с точки зрения общей политики и политической ситуации, я бы назвал это приматической, вот, ситуацией, потому что мы про приматов говорим, вот, и, наконец, есть вот этот вот мужской протест с женскими средствами, значит, уговариваете, машите на меня, машите, там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в этом смысле количество вот таких фундаментальных проблем, да, вот, их оказывается немного, значит, первое – это то, что наличие противоположных кланов, да, которые начинают раздирать компанию, да, наличие, и наличие, соответственно, вот этих, как бы, персонажей или групп, да, которые, как бы, занимают нейтральную позицию, на самом деле это тоже деструктивная позиция, потому что, как мы изучаем на курсе «Мозг и бизнес» когнитивные искажения, которые, понятно, проявляются и в бизнесе, вот, есть такое когнитивное искажение, когда недооцениваем бездействие, да, то есть часто от человека ущерб, да, не то, что он воюет с кем-то, да, а в том, что он занимает позицию нейтралитета, потому что он ждет, пока кто там выиграет, вот, его надо уговаривать, он отказывается, да, таким образом он, как бы, умный, замечательный, там, и так далее, просто его не оценили, к нему не пришли, значит, с невероятным предложением, там, и так далее, поэтому он стоит в сторонке, но его бездействие, на самом деле, ухудшает состояние компании, потому что он не работает на движении компании вперед, да, значит, поэтому первое, что мы должны понять, это то, что мы неизбежно, любой социальный коллектив, в котором будет находиться более пяти человек, будет начинать вот, как бы, вот эту вот странную историю. Значит, единственное, что позволяет, как бы, избежать этого, да, это наличие общего единого врага. То есть, если у группы, значит, даже если она достаточно большая, есть единый враг, вот, то эта группа, несмотря на наличие кланов, все равно, как бы сказать, совместно организуется, да, ну, то есть, вот, там, удельные княжества могут находиться в, как бы, бесконечной дискуссии друг с другом, вот, но когда приходит хан Батый, значит, соответственно, удельные княжества соединяются. И один из самых главных принципов, которые необходимы, чтобы нынешний руководитель и вообще, ну, как бы, бизнес, как таковой, осознавал, это то, что объединять людей сейчас очень важно, когда вы им рисуете наличие общего для них врага. Ну, может быть, звучит так, драматично, но я говорю про это совершенно серьезно. Дело в том, что особенной мотивации на работу у людей становится все меньше и меньше. Вот, это связано с цифровой зависимостью. Это связано с отсутствием, вот, просто этого иерархического дискурса, да, когда от человека требуется, чтобы он во что бы то ни стало, значит, проявлял себя, добивался результата, там, и так далее. Это связано в значительной степени с тем, что новое такое поветрие среди, особенно, молодых сотрудников, нежелание работать на дядю, да, 73% американских подростков не хочет работать на дядю. Вот, как они собираются 73% быть предпринимателями, которые ни на кого не работают, это для меня большой вопрос, да, но есть это поветрие, да, и в результате мотивация, в целом, наших сотрудников на работу, она, в принципе, вот из-за этих факторов, да, гиперинформационная нагрузка, большое информационное потребление, значит, вот это вот отсутствие иерархического дискурса, который требует от людей достижений, да, как раньше в Советском Союзе, вот это вот герой труда, герой труда и прочее, значит, стахановцы, панфилцы, панфилцы, это другое, стахановцы, значит, и прочие, значит, бурильщики, мотальщики там и так далее, вот, Любовь Орлова, значит, в образе многостаночницы там и так далее, и так далее, и в Соединенных Штатах это был дискурс, который был связан с этой американской мечтой, достижениями, деньгами, там это считалось благом, соответственно, тоже вот был это желание иерархического подъема, значит, вот, соответственно, есть куча факторов, которые обуславливают то, почему наши сотрудники не очень мотивированы, и дальше вопрос от руководителя, ну, и если вы просто топ-менеджер, у вас все равно есть сотрудники, если вы просто руководите каким-то отделом или направлением, вы все равно с этим сталкиваетесь, значит, ваша задача, как бы, нарисовать образ единой врага для вашей компании, значит, ну, если вы в числе вот этих вот конфликтующих кланов друг с другом, то, конечно, вы легко, у вас враг всегда есть, это вот эти самые, значит, люди из другого клана, из другого лагеря там и так далее, ну, если вам наплевать на компанию, и вы в этом клане, вот, то у вас с врагом все понятно, и просто ради этого можно приходить на работу и биться, скандалить им, знаете, что у приматов очень такой важный фактор, вот, когда вы сплетню рабочую кому-то рассказываете, то в этот момент вы, по большому счету, человека вербуете, вот, и это очень важный механизм распространения сплетен внутри производственных коллективов, потому что поделиться сплетней, это значит кого-то, как бы, привлечь в свой лагерь, поскольку эти лагеря существуют, и между ними постоянно есть борьба, то борьба идет, вот, это за электорат, да, то есть за тех сотрудников, которые еще не примкнули к какому-то из двухразующих лагерей или к этому лагерю, которые там сидят и смотрят, значит, на все происходящее, и здесь очень важно в этой конфигурации, значит, как бы максимальное количество свое электоральное набрать, количество, кто за тебя голосует, увеличить, вот, и сплетни в этом смысле являются таким естественным механизмом, вот, который используется, и испокон веков использовался для того, чтобы вербовать, соответственно, свои эти группы, да, своих сторонников, вот, и дальше возникает вот эта вся история, и ваша задача, если вы собираетесь, собственно говоря, для успеха добиться вашего бизнеса, она состоит в том, чтобы вы научились формировать в ваших сотрудников общего врага, значит, он может быть разный, да, и это зависит, конечно, от бизнеса, вот, ну, если мы говорим про, опять же, вы должны понимать на каждом уровне организации, если мы говорим про, например, топ-менеджмент, ну, какой-нибудь корпорации условного, там, Сибура, Металлинвеста, там, и так далее, там, у них свои истории, да, если мы говорим про средний бизнес, про малый бизнес, там, понятно, будут свои истории, но в любом случае вы должны всегда понимать, кто является вашей бандой, в хорошем смысле, да, вот эти 5-15 человек, до которых вы можете дотянуться с точки зрения своего, ну, то есть, психологического участия, да, потому что, ну, бизнес – это все равно какое-то социальное дело, да, если руководитель, он не поддерживает, не одобряет, не входит в положение, не интересуется тем, что происходит в жизни человека, его сотрудника, то он, значит, сотрудники теряют такому руководителю всякий интерес, да, то есть, вот, задача руководителя, она как раз стоит в том, чтобы, там, поддерживать, одобрять, создавать эти социальные связи, грумить, так сказать, всех участников марлезонского балета, вот, и чем он лучше это делает, тем лучше он с точки зрения руководителя, потому что на более чем на 60% увеличивается вовлеченность сотрудников в работу в случае, если, вот, руководитель у них, задумайтесь, на 60, там, с копейками процентов, если руководитель, он вас защищает, и ему важно, что вы делаете, то есть, вот, если кто-то придет и из соседнего отдела нападет на вашего сотрудника, вы должны его защищать, ну, потом вы с ним разберетесь, вот, но вы его должны защищать, он должен знать, что если он накосячит, вы его будете, там, с ним выяснять, а не, как бы, не позволите никому это сделать, вы на себя возьмете удар, да, и не подставите его, потом вы с ним решите, там, все серьезно проговорите, там, и так, далее, но при этом вы его не сдадите, то есть, он должен знать, если он член вашей стаи, он член вашей банды, вот, что вы его прикрываете, и второе, ему важно знать, что то, что он делает, вам важно, то есть, если он, там, сделал какую-то свою часть работы, я не знаю, привинтил колесо к автомобилю, если вы собираете автомобили, то вы должны прийти и сказать ему, дружище, как же привинчено колесо, да, я тоже тут покручу колесо, и тогда вы, значит, создаете вот это ощущение социального, социальной ткани, да, которая, собственно говоря, помогает вам с этим сотрудников это все дело вовлекать, да, и увеличивать сильно их, этот, вовлеченность в работу. Итак, значит, вот вы, с одной стороны, внутри их, там, защищаете, и очень интересуетесь тем, что они делают, потому что каждому важно, чтобы за то, что он сделал, его похвалили, да, дети, вот, делают подарки для родителей на день рождения, или куда-то там, и один налепил, там, одно, другой постарше, там, сделал что-то другое, а третий вообще взрослый сделал очень что-то такое подарочное. Но вы же не будете их объективно сравнивать, потому что если вы объективно сравниваете, то подарок трехлетнему ребенку по сравнению, там, с пятнадцатилетним, если они его, там, делали своими руками, но, очевидно, трехлетка-пятилетка проигрывает. Но каждый из них должен получить ощущение, что то, что он делает, это необыкновенно для вас лично важно, да, не вообще для кого-то, там, или просто хорошо сделано, а просто вы за это болеете. Вот, поэтому, значит, ваша задача, она состоит в том, чтобы вот так организовывать этот свой внутренний коллектив, вот, если это в большой компании, то ваш большой коллектив через ваш коллектив топ-менеджмента, и чтобы они там тоже в своих, как бы, сказать, тоже вот это все делали, то есть это должна быть такая кусты, вот, кусты генеративной грамматики кухонского, граф, вот, граф, чух-чух-чух, вот так, вот, значит, чтобы был, вот, и вы должны иметь общего врага. И в зависимости от того, кого вы можете придумать общего врага, я почему стал говорить, что там топ-менеджменты компаний, для них враг является там, условно говоря, конкурент. Ну, условно, возьмем там Билайн, МТС, Мегафон, и возьмем их топ-менеджмент. Они, по идее, у них враг есть, у них враг этот вот конкурент. Но может быть другое, вы можете совершенно другое. Допустим, что вы стартап, который делает какую-то совершенно офигенную вещь, но люди не понимают, что вещи офигенные, ну, ваши потенциальные потребители, да, и ваш враг – это тот, и ваша задача, как руководителя, как бы, сказать, этого врага нарисовать в голове ваших сотрудников, простроить его, да, вашим врагом является непонимание людей, что это офигенно. Ну, то, что вы придумали, ваш стартап, да, ваша вся эта деятельность. Вот, и если вы так работаете, то тогда у всех появляется, как бы, сказать, конструкция, при которой они что-то делают, смотрят, как на это реагируют, понимаете, что это не сильно срабатывает, делают что-то другое, внутренне за это начинают переживать и включаются в борьбу не с друг с другом, мы вообще очень агрессивный вид, очень воинственный вид, мы из всех приматов самые жестокие, вот, описаны войны среди шимпанзе, но их мало описано, а войн среди людей – вагон, вот, мы очень воинственные приматы, вот, мы друг друга готовы просто уничтожать. И если вы не найдете внешнего врага, то вы не обязательно общего для вас, да, не придумаете его, как руководитель для своих сотрудников, ну, неформально скажете, знаете, вот наши конкуренты, нет, а когда вы им всем в голову правильно сможете это построить, чтобы они их агрессию, их, ну, агрессия – это на самом деле просто психическое напряжение, это, как бы сказать, запал, так сказать, вот, чтобы этот запал действовал, соответственно, был врага на цели, а наличие врага как такового в принципе мобилизует массы, вот, но и надо понимать, что такой механизм переориентации агрессии, он называется, он в свое время был отписан выдающимся нобелевским лауреатом Кондрадом Лоренцем, вот, а не Стинбергером, основателем, по сути дела, этологии, вот, и вот эта переориентация агрессии – это эффективный механизм, он вообще биологический, они его там на цаплях, на журавлях, никого только не описывали, вот, то есть переориентация, то есть я могу, у меня есть нервно-психическое напряжение, особенно когда я нахожусь в стрессе, работает стресс, когда я, ну, вот, ну, оно естественным образом потенцируется, и это нервно-психическое напряжение надо кого-то перенаправить, то есть или я его направлю на товарища, вот, или на противоположный лагерь, если у нас там целая банда на банду, деревню на деревню, село на село, вот, или я, или вы им нарисуете врага, и они за него, против него будут бороться, а вы при этом будете как человек, который, понимаете, их всех спасает, с одной стороны, с другой стороны, очень ценится, что они делают. В этом случае вы способны организовать этот производственный коллектив. Вот, это главные принципы. Все по поверхностному рассказываю, конечно. Ну, ладно. Но, когда вы системно понимаете, да, и на курсе проходите мозг и бизнес, и последовательно там все это изучаете для себя, то, конечно, вы это все поймете лучше. Ну, вот, я хочу сутевые вещи сказать. Вторая вещь, которую я должен сказать, это вот там всякие аджайлы, скрамы, прям и прочее, бирюзовые организации. Значит, это очень все вещи дико серьезные. Значит, почему? Значит, потому что, ну, мы думаем, что это просто мода такая. Вот, это не мода, это проблема, это болезнь, да. Значит, болезнь, она связана с падением вовлеченности сотрудников в работу. Значит, почему? Потому что раньше работа – это было то, от чего люди умирали. Ну, то есть, если у тебя нет работы. Если нет работы, вот, то, ну, в Советском Союзе там была статья за тунеядство, поэтому, если у тебя выгонялись с работы, это, конечно, случалось крайне редко, вот, но ты мог под статью попасть, вот. Но вообще в мире, если какие-нибудь, вы возьмете какую-нибудь великую депрессию в Америке, то станция без работы – это смерти подобно. То есть, люди, на самом деле, во-первых, очень бедно жили, да. У нас сейчас тоже бедность высокая, надо понимать. Вот. У нас, в принципе, есть очень большое расслоение между богатыми и бедными – это тоже, безусловно. Но в целом, не помирать людям мало, не помирают, как правило, особенно если это города, а мы все-таки говорим больше про какие-то серьезные такие социальные, вот. И люди не боятся терять работу. Вообще, если человек профессионал, вот, он знает, что он на рынке все равно будет востребован. Если он не профессионал, он, вот, может каждый год на новую работу устраиваться, потому что везде дефицит кадров, вот. И можно, пришел, значит, понты раскидал, значит, всего наобещал, там и так далее. Пока входит в работу с него, не требует. Как только начинают требовать, он начинает, значит, объяснять, почему не получилось, вот. А потом, соответственно, распрещает заявление на хэндхантере. Вот. И следующий круг проходит. И набирает, знаете, вот это, вы когда собеседование проводите людей, принимая на работу, и смотрите там у них, чтобы вы понимали, вот, это же будет только нарастать все. Вот у поколения альфа, у них будет, они будут менять более 18 работодателей за жизнь. То есть, это они должны будут там каждые два года куда-то, значит, ну, сколько люди работают, ну, да, каждые два года куда-то в следующего переходить. Вот. И у него может быть прекрасный послужной список. Вот. Поэтому ваша задача, когда вы принимаете на работу и хантите кого-то, понимать, что он конкретно делает. Потому что то, что человек был в какой-то компании, не значит, что он, как бы, что он, он несет за собой шлейф этой компании, ну, вот, но не заработал ли он, сделал ли он что-то, чтобы носить соответствующие лычки на своих этих вот звезды на погонах, вот, тех компаний, которые работают. Это важно с точки зрения хантерства, значит, когда вы людей берете на работу. Вот. Да. И, в общем, история состоит в том, что беда, что люди понимают, что они могут все время вас кинуть. Ну, то есть, уйти куда-то, другое место. Ну, я не беру, понятно, там, куча бюджетная сфера, сфера этих вот чиновников, всякие администрации, другая, другое, другое. Мы про бизнес. В бизнесе все равно есть все время риск перехода, ухода, вот, а уход любого сотрудника, из бизнеса всегда риск, потому что он уходит с клиентами, с базами, я не знаю, там, у вас нет замены под него, там, и так далее, но все равно, всегда проблема. Вот. Поэтому, да, и проблема состоит в том, что сотрудники стали, знаете, вот раньше, люди как в рабстве были, на работе, приходили, и им некуда было бечь. Вот. Сейчас они думают, что они все свободны. Это такой бесконечный Юрия в день. Вот. Можно менять хозяина. Вот. Да. И, соответственно, больше невозможно человека запугивать. Ну, раньше-то как было? Вот. В школе так учили. Запугиванием. Вот. Всегда говорим, все время, что, а вот это, если что, там, оштрафуем, если что, там, еще что-то. Сейчас не работает. Почему? Потому что люди могут уходить, они свободны. Вот. Вот. И они не помрут. Вот. В худшем случае они будут каждый год куда-нибудь перепрыгивать. Вот. Но они не помрут. Нету больше катастрофы. Ощущения катастроф. Поэтому аджайлы, скамы, бирюзовые организации это попытки создания новых форм для того, чтобы люди в принципе могли друг с другом коммуницировать, когда нету вот этого ужаса, того, что ты и поэтому вот это раньше работали в вертикале управления, как вы дали по шапке заму, зам дал по шапке руководитель отдела, руководитель отдела дал по шапке начальнику цеха, начальник цеха дал по шапке Васе Сварщику. Вот. Все. Закончился путь. Вот. И все, как бы сказать, понимают. Сейчас вы дали заму, он пошел вообще наплевал на вас. Вот. И все. дали начальнику отдела, начальник отдела сказал, тоже видели мы в грамму. Вот. Поэтому задача, вот, из-за того, что вы не можете вертикально создавать горизонтальные системы управления. Горизонтальную систему управления вы можете создавать только если у вас есть как бы социальный этот вот инструментарий, да, а что такое там тот же agile, да, это социальный инструментарий. То есть у вас есть группа людей, у которых распределены роли. То есть они придуманы. Значит, этот вот это делает, этот вот это делает, это вот это же такая мини-бригада, в которой есть, соответственно, функционал разный. Вот. И дальше, в чем проблема-то управления? Состояние в том, чтобы там по идее вот эти все группки аржайловские, ну, как бы, любые такие вот как бы юниты, да, вот, они как бы сами для себя определяют задачи в рамках общей, понятно, конструкции. Но дальше начинается конструкция, при которой каждый начинает из них генерить свои собственные идеи. Понимаете, ну, руководителям платили и платят деньги неплохие, вот, не потому что, ну, просто блат. Хотя, может, такое есть, и я даже допускаю, и я даже видел, вот, но в целом руководитель способен держать как бы целиком процесс. И отдельные юниты, вот, в чем их проблема? Горизонтальное управление, что у вас куча отдельных юнитов, которые начинают производить свою собственную реальность. Вот я вам расскажу сейчас пример. Значит, я был, господи, я сейчас ничего не успею это рассказать, но я чуть-чуть тебе расскажу сразу. Вот я ездил в этот, это давно был, в DreamWorks, такая знаменитая студия голливудская, которая снимает мультики. Вот, и, значит, в этой DreamWorks, они вот снимают Шрек, они вот, я помню, снимали там еще что-то, я что-то не очень понимаю, но хорошая студия. Вот, и, значит, мы там ходили с техническим директором, мы там к нему ездили, вот эти вот, тогда только облачные технологии только развивались, мы смотрели первое использование вот этих облачных технологий, это был десятый год, что ли, одиннадцатый, десятый, вот, ну, в общем, черт, не важно, вот, и, да, у нас другая была повестка, там, техническая, вот, но не важно, да, и мы ходили, значит, и произвело на меня невероятное впечатление, это целый городочек, он весь сказочный, он сам похож на такой мультик, вот, ну, я не буду все подробности рассказывать, но, значит, вообще съемки фильма, это две тысячи человек работает на одном фильме, это, ну, представьте, две тысячи человек на одном мультике работает, вот, и там куча, они все делают, одни, знаете, музыку сочиняют, там, значит, бегают, значит, по помещениям, обвешенные, значит, специальными фонариками, чтобы просто зафиксировать их, и потом это переложить, потом, в графику, для того, чтобы животное в этом шреке прыгало, как этот человек прыгал в комнате, утыканной соответствующими фонариками, есть фотографы, которые ездят по всему миру, снимают референсы, чтобы художники потом, художники не из головы придумывают пейзажи, там, они срисовывают их, с придуманных, с фотографированных пейзажей едут, они там камфу-панду снимают, ездят по Китаю, снимают фотографии, потом привозят, другие художники отрисовывают, ну, черт, там сложно все, озвучка, музыка, вообще, не важно, вот, и я спрашиваю, а сколько человек держит весь фильм, вот, с учетом всей этой сложности, и вот этих вот кучи всяких разных уровней, да, слоев, которые на самом деле есть в мультике, в этом, сколько его держат целиком, вот, и он мне говорит, ну, наверное, два, то есть, шоураннер, продюсер, да, и там, условно, сценарист, допустим, потом подумал, нет, три, вот, я веду самого себя, знаете, как технического директора всего этого, дримворкса, вот, и это надо понимать, что, если у нас, представим себе, две тысячи, человек, они организованы в юниты по пять, ну, по десять, да, мы уже сколько получаем, я же не сосчитать этих юнитов, и эти юниты, каждый из них свой мультик снимает, вот, поэтому, получится, мы с вами Оскар не выиграем таким подходом, вот, поэтому, значит, вопрос этих вот небольших команд, небольших юнитов, которые вас организуют, состоит в том, чтобы каждую из них, как бусинку, породить на единую нитку, вот, задача, вот этих всех технологий, аджайловских, скрамовских, там есть, я сейчас не рассказываю, потому что это не наша повестка, да, в чем состоит аджайл, как совещание проводится на ногах, там, как таблицы рисуете, комбан доски рисуется, там, и так далее, я сейчас не про это рассказываю, я рассказываю про, с точки зрения управления, самая главная проблема с этими бизнес-юнитами, что это такие зерна, как это, бусинки, которые надо продеть через одну нитку, и вот руководитель, он должен понимать, что он, что он больше не руководитель, вот, в это горизонтальное направление, вы можете вот этот внедрить, скрам, аджайл, там, и так далее, дальше вы должны быть вот этим, знаете, Стив Джобс, как был, и он все в ужасе боялись, от него бегали, впадали в панику, глядя его, он вел себя, как сукин сын, он был, у него был отвратительный совершенно, просто, если бы не его харизма, понимаете, ну, это, не где клейма оставить, что называется, там все выли, страдали, и до сих пор сейчас все поносят его со страшной силой, потому что, ну, как бы он был, конечно, чудовище, эгоцентрик, хам нахал, этот вот, кидал телефоны в людей, ну, в общем, нехороший был человек, но харизматик, и так всем этим продавливал, так сказать, вот, но сейчас нужно быть, как бы этим Стивом Джобсом, который способен вдохновлять каждую команду, делать ее элементик на общем ожерелье, а руководителю держать в голове эту диадему, понимаете, это ожерелье, или там черт знает что, вот, из которого, соответственно, будет состоять проект, который вы делаете, и это принципиально важная вещь с точки зрения управления для руководителя, он должен понимать, что вот эти все, как бы, юниты, которые возникают у него, значит, в процессе подготовки, не подготовки, а в процессе работы, вот, это его работа с каждым из этих юнитов, ну, дай бог, там есть хорошие менеджеры, которые там ведут каждый конкретный юнит, но вы их много не накопите, понимаете, вот, бирюзовая организация вообще для нашей ситуации крайне сложная история, вот, принципы бирюзы в различных компаниях внедряются, вот, но нужно четко понимать, что в целом, вообще изначально весь этот бирюза, она возникла в стартапской среде, то есть в среде, где собираются несколько человек, которые, по сути дела, являются соучредителями компании, вот, и все, что вы читаете про бирюзовые организации, вот, на самом деле, это такая бирюза, которая, ну, когда продавали Инстаграм, мы в Инстаграме, кстати, вот, когда продавали Инстаграм, там численность что-то людей была, что-то 20 человек, с которой приложение отлепили, вот, ну, я могу соврать, честно, но немногим больше, вот, и как у вас такая организация, то это, конечно, вот такое стартаперство, то, что такое бирюзовая организация, это прозрачность заработка, ну, то есть, там куча всяких разных нюансов, но вы должны понимать, главное, в бирюзе, они понимают, ну, как бы, что это их общий заработок, и то, что они зарабатывают, это их, да, у нас есть система поощрения, да, у нас есть, там, итоговые бонусы, ну, в каких-то организациях, там, и так далее, вот, и это очень эффективный инструмент, по крайней мере, с точки зрения удержания, там, и так далее, а сейчас эти вопросы будут становиться все более и более актуальными, но вот, но просто, чтобы понятно было, реальность бирюзы, это реальные доходы, от, как бы сказать, вот, это паи, вот, и в этом смысле, конечно, бизнес, кстати, вот у нас на курсе мозг и бизнес, есть отдельный кейс, очень интересный, ну, там, в каждом занятии есть отдельный кейс, и вот, есть отдельный кейс, как, мой герой, с которым мы там решаем, вопрос, связанный с его бизнесом, там, по теме нашего занятия, но, вот, что интересно, да, он делает конструкцию, при которой он растит у себя менеджеров, которые становятся, ну, собственниками, ну, там, в существенной доле следующих, как бы, ну, там, магазины, ну, вот, то есть он в рамках своего магазина, он там специализированный, там, и так далее, со своей аудиторией, там, и прочими, со всеми делами, но он у себя растит, и дальше, он делает, открывает следующий, в другом городе зачастую, там, и так далее, значит, за счет того, что у него этот менеджер внутри вырос, вот, это такая вот бирюза, потому что это, вот, про реальные деньги, которые реально между сотрудниками распределяются, вот, если у вас деньги непрозрачные для каждого из сотрудников, не думайте, что работает бирюза, дальше берите техники аджайла, вот, потому что они очень эффективны, с точки зрения структурирования процесса, потому что, когда у вас нет руководителя, который руководит, как бы, сказать, этим вот, тяжелым, этим, вот, вот, но, как бы, ими начинают руководить формат, ну, процедуры, да, вот, все вот эти вот экстримы отдельные, там, их отдельные совещания, там, и так далее, перемещение карточек на доске комбановской, там, и так далее, то есть, это институт аджайла, тире, скрама, тире, там, комбана, там, чертов, стоп, неважно, этот институт начинает управлять людьми, вот, то есть, они, как бы, встраиваются в некую, в некую идущую, саму по себе конструкцию, вот, и если вы добьетесь того, что она там реализуется, это работает, вот, а береза работает в том случае, если вы готовы про деньги рассказывать, сколько вы зарабатываете, сколько вы готовы поделить, там, и так далее, так, ну, я что-то с вами заболтался, уже 46 минут, значит, давайте несколько слов я скажу, значит, отдельная тема связана с тем, что, значит, у нас сотрудники, мало того, что, значит, они не так горят, вот, они еще разного возраста, они разного психотипа, значит, и так далее, значит, я, у нас уже был здесь эфир, я рассказывал про возраста, да, как работать с представителями разных возрастов, потому что это действительно совершенно разный подход, ну, то есть, вот, это удивительно, вот, но, там просто обращение к сотрудникам должно, должно с вашей стороны, но с вашей стороны, и то, какой тон вы используете в разговоре, будет определять, в зависимости от того, с кем вы, с х, и, 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 уважаете его компетенцию, с Y вы должны быть своим парнем, вот, а с Z в зависимости от того, какие у вас Z, вот, потому что для одних Z будет важен ментор, за которым вы идете, для других Z будет важен, там, человек, у которого есть ресурс, для третьих, кто их развлекает, понимаете, вот, это разные Z будут требовать от вас разного, вот, и самое важное, что все вот эти, вне зависимости от поколения, они делятся еще на психотипы, да, но я подробнее как раз на курсе про это рассказываю, у меня есть книжка Троица, которая про психотипы рассказывает, но она так в общем, а не применительно к бизнесу, но нужно понимать, да, что у нас есть люди, их вообще, так, можно делать по типам мышления, и, собственно говоря, Троица посвящена именно типам мышления, то есть вот есть такие аналитики, вот, конструкторы мы их называем, то есть это люди, у которых, что называется, вторая сигнальная система, по Павлову, понимаете, у них вот все, причинно-следственные связи, вот, они занудные, и с ними один способ взаимодействия, да, вот, при этом они вовлекаются по-настоящему, если им задача любопытна, если она достаточно для них сложная, то есть вот, понимаете, найти сотрудника, значит, который радуется от сложной задачи, можно, проблема состоит в том, что он будет своим способом ее решать, да, и вот здесь сложность, но вы, вот это одна конструкция, вторая, это креативщики, да, то есть на самом деле среди людей, вот мы их называем рефлекторами, это как раз первая сигнальная система по Павлову, вот, то есть они такие рецептивные, чувствительные, вот, они все такие, все, как бы сказать, вот, вот это, они не вот это, они вот так, вот, такой, знаете, Андрей Миронов, вот, да, они способны вам накрять, и насоздавать, там и так далее, но они ничего не могут сделать системно, вы им обещаете, вы с ним проговариваете, они с вами договариваются, они на это все дело соглашаются, вот, но потом они не способны сделать системно, они загораются, и они хороши на старте, вот, они хороши с точки зрения маркетинга, с точки зрения, там, каких-то вкусностей, которые вы способны добавить в продукт, там, в свою услугу, там, и так далее, ну вот, но с точки зрения системности, невозможно, поэтому скрепляющим в любом бизнесе будут центристы, то есть, это, центристы, это люди, которые способны, с одной стороны, выстраивать социальные связи, но при этом они сами будут очень смотреть внимательно на вас, как на руководителя, чтобы вы с ними правильные социальные связи построили, и им хотелось, да, работать в вашей команде, вот, они способны, как бы сказать, терпеть конструкторов, которые невероятно занудны, которые, как бы сказать, слишком вот это вот, и которые, как бы разговаривают с тобой, как со стенкой, вот, то, что они плевали на твое, что у тебя там внутри, вот, они, вот это, правый или левый, и привет, вот, и они способны разговаривать с эффлекторами, потому что они, как бы сказать, Могут их где-то притормозить Где-то поддержать А рефлекторам очень важно, чтобы их поддержали На дипломатическом банкете, как известно И так далее Поэтому, да, но мотивировать Такого человека Это то, что вы, как руководитель Вы ему все время говорите, что вы его Просто только на него можете положиться Что только он вам поможет Понимаете? Рефлектор вы должны говорить Лучше тебя не сделает никто Ты просто Ты чудо, это красота Вот, так говорите рефлектор Рефлектор доволен Когда вы говорите В битве, понимаете, ты меня спас Вообще, вот ты настоящий Это по-другому, понимаете? А это вы говорите Разъясняете задачу И говорите, слушай, а там смотри Какие еще перспективы Это же можно еще вот так усложнить И вот здесь еще можно повернуть И тут можно доработать Главное потом контролировать Потому что иначе он может уйти Усложнять и не вернется к вам никогда А это может быть издержка Значит, соответственно В зависимости от того С каким психотипом У вас сотрудник Вы должны выстраивать с ним Правильную Как бы Вкус коммуникации Понимаете? То, что я говорил перед этим Это общие правила А сейчас я говорю Про вкус коммуникации Так, господи Знаете, меня, наверное, уволят После этого эфира Потому что я должен был ответить на вопрос У меня осталось 8 минут Значит, ну, я что хочу, во-первых, сказать Что у нас 2 августа Вот-вот стартует Новый поток курса Мозг и бизнес И вот то, что я вам рассказывал здесь Это такие, знаете, пенка Варенье делают У нее такая пенка И вот снимают Вот сейчас была пенка Вот На самом деле Сам Курс мозг и бизнес Это такое очень системное Мероприятие Значит, вы там Осваиваете все Что нужно знать С точки зрения управления коллективом С точки зрения Когнитивных искажений Которые вы допускаете Когда принимаете решение Там Как мотивировать Как организовывать С точки зрения того Как работает мозг Вот Там вы последовательно изучаете теорию Там вы получаете Набор Лайфхаков Что конкретно делать Вы все, что по теории Можете проверить Потому что там Мы предусматриваем Когда вы выполняете задания Специальные Которые позволяют вам Увидеть Увидеть то, что я рассказываю Плюс там есть домашние Задания системные Которые позволяют вам Ну, конкретные задачи В бизнесе решать И я вообще считаю Что в современном мире Руководитель Или вообще Ну, хоть сколько-нибудь Ответственный сотрудник в бизнесе Без знания о том Как работает его мозг Как работает мозг его сотрудников Как работает мозг его клиентов Что сейчас существенно Обречен на провал Вот Значит Ну что Я должен ответить на вопросы Господи Так Их мне в вагон Значит Давайте я быстренько Мне здесь выписывают вопросы Я так понимаю Что это Участники нашего Идущего сейчас потока Мозг и бизнес Вот Значит Поэтому Отвечаем Могу ошибаться Анастасия Сотрудники Отлично общаются Но если дело касается Результатов работы То тут каждый сам за себя В чем тут Могут быть причины Что может посоветовать Для формирования Командной ответственности Значит Ну Вообще Задача Чтобы люди Задача Чтобы люди занимались Общением на работе Не является первостепенной Вот Значит Любое такое общение Должно работать На цели бизнеса Я вот Собирался про это Рассказать Но не успеваю С точки зрения Корпоративных практик Да Которые используются Вот например В гугле Есть практика Празднования провалов Да То есть У них причем Там есть Прямо Кладбище Несостоявшихся Проектов Там и так далее Вот Аналогично Есть в Майкрософте Она просто чуть по-другому Проходит Вот Значит Что это такое Это когда у них был Какой-то проект Этот проект провалился Да И они празднуют Его провал Значит Но В чем идея Да Во-первых Идея состоит в том Чтобы люди не боялись Предлагать новые идеи Брать на себя ответственность Потому что Если мы празднуем провалы Значит Ну Как бы Не так страшно Провалиться Вот На самом деле Если мы говорим про Ну такой Обстоятельный бизнес Понимаете Вы все равно заработаете На том На десяти процентах Вы сделаете Свои сто Да А вот девяносто Все равно уйдет Ну Ну Хорошо Если где-то будет На грани рентабельности Да Вот Любой бизнес Это Золотые рыбки Которые несут золотые яйца Или там Курицы Которые несут золотые яйца И рыбки Которые исполняют волшебные желания Вот И еще куча всего Что вы делаете Вместе Совместно Там и так далее Вот И что так не выстреливает Да Поэтому Обязательно Чтобы эти курицы Все Но чтобы рождались Курицы Несущие золотые яйца Нужно произвести Много кур Вот Одна из них Вдруг будет Нести много Да И она Оправдает Все Весь ваш инкубатор Перед этим Если этот еще инкубатор На грани рентабельности То вы вообще Просто в полном шоколаде Вот Но для этого Должна креативность Там Такая живая масса Человеческая Она должна Соответственно Нам предлагать И этих Кур Выращивать Вот Поэтому Обязательно Конечно А да Вот про провалы Я говорю Да И празднование провалов Это что? Что они не боятся Предлагать идеи Значит У них есть Возможность Коммуницировать Да И третье У них есть Обучение на ошибках Потому что Празднование провала Это не просто Выпить И так далее А это Очень подробный Разбор Полетов Да Вот Но не в конструкции При которой Значит Человек Обвиняется Да А человек Который Где-то С самоиронией Где-то там Еще с чем-то Он рассказывает Почему он Неправильно думал Или там Еще что-то Ну там Но все это правильно Должно обставать Это я вам объясняю Не к тому Что вы должны Это обязательно В своем производстве Запустить Может быть Это вообще Не очень российская практика Да Я просто говорю Что если вы Делаете Какую-то Социальную активность Между сотрудниками Она должна иметь Конкретную задачу Ну то есть У вас может быть Активность У вас может быть Комната для медитации Я не шучу У вас В офисе Может быть Комната для медитации Куда будет приходить Тренер И устраивает Там эту медитацию Понимаете Это Групповое мероприятие Или еще что-нибудь Гимнастику Я не знаю Что там сейчас модно Пилатес Вот Это нужно Для того Чтобы увеличить Мотивацию Для того Чтобы там Вовлечение И так далее Общение Не нужно Просто так Вы должны Обязательно Каждую Вот эту историю Это я кэчарам Говорю Да Вот Все что Является Какой-то Практикой Социального Общения В компании Должно служить Какой-то Конкретной Цели компании А не ради Самого себя Вот Если говорить Про формирование Командной ответственности Значит Я вам уже Весь эфир Рассказывал Про то Что такое Как бы сказать Как организовывать Этот коллектив Ну вот А детали Соответственно На курсе Мозг и бизнес Которые Напоминаю Стартуют 2-го уже Августа Поэтому записывайтесь Чтобы не опоздать Значит Следующий вопрос Как построить Вертикальное управление Перестроить Вертикальное управление На горизонтальное Ну Звучит вопрос Расстрельно Да Значит Вообще Перестройка Любой компании Представляет собой Ну Сверхъестественную Задачу У нас есть В курсе Мозг и бизнес Как я говорил Практические кейсы То есть Это Конкретные Наши герои Со своими Бизнесами Которые Про которые мы Рассказываем Которых мы Показываем С которыми Я вместе Решаю Соответствующие Задачи Вот У нас есть Отдельное Занятие Которое Посвящено Тому Как Простраивать Отношения В структуре Когда Бывшая модель Бывшая когда-то Горизонтальная Стала вертикальной Стала горизонтальной Вот У нас Есть Отдельное Занятие В котором Мы Рассматриваем Ситуацию При которой Управление Было вертикальным За счет того Что был Маленький Коллектив А сейчас Коллектив Стал больше И вертикально Управлять Им Было 5 человек Стало 25 человек Невозможно И мы Это практически Рассматриваем Поэтому Записывайтесь на курс Я уверен Вы получите Очень много Разной Полезной Информации Которая позволит Решить этот вопрос Просто Он Очень в общем В виде Сформулирован И есть разные Варианты Поэтому Я вас К ним Приглашаю Андрей Владимирович Что вы думаете Про Дисоп Систем Дизайн Я даже не знаю Что это такое Какая-то технология Тип мышления Накладывает Отпечаток На стиль Поведения Руководителя В том числе Формирование Его команды В последнем Случа Какой тип мышления Более эффективен Существует ли Возможность Типа мышления Существует Технология Вот И соответственно Изучайте Троицу Изучайте Мозг и бизнес Вот И Ну Приглашаю еще вас На оффлайновые Наши Мероприятия В Академии Потому что Здесь Оффлайн Собственно говоря Ориентирован На как раз Изучение Различных Интеллектуальных Стратегий Да Вот И потому что Это конечно Лучше делать Во взаимодействии С живыми людьми Хотя и на курсе Вы получите Замечательных Кураторов Которые вас Поддержат И общее общение И общее комьюнити Наших выпускников Поэтому Присоединяйтесь Чтобы мозг и бизнес Так сказать У нас Не страдали А друг другу Напротив Помогали Спасибо Спасибо вам За участие В этом эфире Надеюсь Было полезно И интересно Ну Я прощаюсь И встретимся На мозге и бизнесе Спасибо Пока Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...